Приветствую вас во второй из не знаю скольки частей получения ачивок в этой странной поебени. В данном образовательном видео вы узнаете, как получить ачивки в третьей и четвертой главе с Салли Фейс. Ну а если ты хочешь узнать, как получить ачивки в первой и второй главе, то тебе надо посмотреть прошлое видео про ачивки с Салли Фейс. Ну а если ты не хочешь, то мне собственно похуй. На часах уже третья глава, которая называется «Колбасный инцидент». И после этой главы, когда я узнал, как делают колбасу, я стал есть её ещё больше. Название первой ачивки «Сыт по горло», и чтобы её получить, ты не поверишь, надо пройти третий эпизод. Потом у нас идёт ачивка «Предостережение», которая значит полностью пройти вступление третьего эпизода. А теперь получение. Пока мы бегаем, нам надо поставить фигуры в нужную позицию, и надо сделать это быстро, пуш-то директор РЕН-ТВ хочет взять у нас интервью. Если что, фигуры должны быть так. Первая вверх, вторая низ, третья вверх, четвёртая середина. И если ты сделал всё правильно, то после сбегания от монстра в проёме появится дверь. Ну а если проём пустой и двери нет, то ты просто лох, это даже не обсуждается, так что давай, иди, перепроходи. Как мы видим, я не лох, я успеш... БЛЯТЬ! Делаем всё правильно и вводим правильные цифры. Вот последовательность. Ой, я случайно вместо нужных цифр дал вам номер своего Яндекс-кошелька. Блин, не знаю, как так получилось. А почему тогда номер не пропадает? Да заткнись ты! Вот нужные цифры. После этого бегом бежим налево, забираем дневник своей одноклассницы, в котором она написала, что в восьмом классе её напоили и изнасиловали на вписке. Но я не люблю раскрывать чужие секреты, поэтому содержимое дневника я тебе не скажу. В любом случае, забираем дневник, он нам ещё понадобится. Ачивка Иступление. Нам надо всего лишь разделить с Тревисом интимный момент. Я не гей. Всё начинается вот тут, в харчевне. Но пока что, как и в принципе, он бесполезный кусок говна. Простите меня за мой французский. А это не французский. Да мне похуй. В общем, после того, как отдадим поварихе фотку птиц, мы топаем в туалет. Но наша любимая кабинка занята как раз таки этим Тревисом. Начинаем с ним пиздеть, а именно вот так. Почему ты меня ненавидишь? Тебе это отец внушает? Да, но... Мне жаль, чувак. После чего Тревис даёт нам одну из страниц дневника и ачивочку. Следующая ачивка – Мёртвый картофан. Я всегда был ценителем искусства, поэтому моя парта в школе была полностью усыпана различными рисунками. Начиная от какой-то там всратой монолизы, заканчивая высокоинтеллектуальными писюнами. С этой ачивкой я сразу нашёл общий язык и решил нарисовать этот шедевр – Мёртвая картошка. В этой картине очень глубокий смысл. Она говорит нам о том, что даже такой корнеплод, как картошка, может быть убит. Ну а чё это я вам всякую хуйню в уши несу? Кому это надо? Просто рисуем и получаем ачивку. Ачивка номер глыба. Название 5. Сейчас я тебе разложу всё по пунктам. А именно по 8 пунктам. В лаборатории забираем пластилин. И когда Эш попросит нас помочь ей открыть дверь, шлём её нахуй, пуштотян не нужны. В апартаментах идём в 401 хату к Роберту, приклеиваем плакат соплями и получаем зарплату в виде четвертока. В своей комнате забираем на комоде пустую чашку. Просим Мэдисона наполнить чашку. Идём к родителям Тодда в 202 и обмениваем чай на шоколадку. Идём к нашему бизнесмену на третий этаж. Он тут стоит и мы как друг спрашиваем, что случилось. На самом деле мне похуй на него и что там с ним произошло, я просто ачивку хочу. Спрашиваем про помощь, отдаём шоколадку и потом он просит нас отнести картридж до Лари. В комнате Лари включаем игру, набираем 1000 очков убивая пчёл и получаем ачивку. Ачивка Вестник. Чтобы её получить, нам надо попасть в секретную комнату, где мы должны попиздеть с призраком культиста. Пф, обычное дело, каждый вторник так делаю. В общем, нам надо дёрнуть два рычага. Так, я всё вижу, ну-ка быстро убрал руки из-под стола. Первый рычаг ищем за Лари, топаем в те двери, из которых идёт Гул и на четвёртом этаже бежим налево, прям до упора, даже за пределы экрана идём. Там топаем на плиту и первый рычаг готов. Второй рычаг ищем за Тодда. Ха, наебал, засали. Идём в те двери, из которых Гул не идёт и на третьем этаже бежим направо до упора и, собственно, то же самое. Если ты сделал всё как профессионал, просто как боженька, ну или же я, то появится дверь. Заходим, делаем огонь, говорим с ним, получаем страницу дневника и ачивку. Ачёвка утерянной страницы. Чтобы её получить, надо собрать 11 страниц дневника. 11 страниц, охуеть, я столько за всю жизнь не прочитал. Страница 1 идёт в комплекте с дневником, который нам дали за предостарежение. Вторую страницу получаем от Тревиса вместе с достижением искупления. Чтобы получить третью страницу, идём в 102-ю квартиру и пиздим бабульку приставкой. Ну или делаем так. Тут уже кому как удобнее. И нужный нам листик будет у неё на стуле. Четвёртую страницу забираем на почте. Пятую страницу находим в 501-й комнате. Подходим вот сюда и активируем приставку. Так, муху съеби. Чтобы получить шестую страницу, в 304-й активируем приставку вот тут. Чтобы получить седьмую страницу, в 403-й активируем приставку тут и говорим с ней. Чтобы получить восьмую... Блять, муху съеби. Сука. Это что? Блять, это рекламная муха! Блин. У меня есть второй канал, классно, классно. У меня есть второй канал, два видео в день. У меня есть инстаграм, круто, круто. У меня есть инстаграм, там есть лабудень. Ссылочки все где? В описании. Если ты не перейдёшь, скоро ты умрёшь. Не, ну в описание заглянуть стоит. Так, на чём я остановился? А, восьмая страница. Чтобы получить восьмую страницу, нам надо взломать компуктер нашего бати. Код вот такой. Компутер сгорает и около кровати появляется листик. Чтобы получить девятую страницу, вот как только спустились в храм, бежим направо за экран и забираем папирус из сундука. Десятую страницу мы получаем от культиста. Чтобы получить одиннадцатую страницу, надо в самой последней комнате, где Кости, побежать направо и забрать листик на алтаре. А вот тут начинается четвёртый эпизод с гордым названием «Хуй». Там, естественно, есть ачивка за то, чтобы пройти четвёртый эпизод, без этого никак. А вот дальше я попрошу всех неравнодушных напрячь свои булки, потому что начинается пиздец. Ачивка «Её судьба». Нам надо собрать все кассеты, а их, сука, девять штук. Если честно, мне не так сильно интересна её судьба, чтобы страдать этой хуйней, так что идём к следующей ачивке. Ачивка «Давно не виделись». Чтобы её получить, надо... Ладно, 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 знаю я её судьба. Нам надо собрать все девять кассет. Кассета один. О, у них название есть. Круто. Так вот, кассета один. Потерянная. Надо открыть четвёртую дверь в самом начале. Кот у неё, ну... Эх, бля. Ну, в общем, вот такой. Я не знаю, как эти цифры называются. Я болел, когда мы их проходили. Кассета два. Фантом. Идём в сарай в нашем новом доме. В начале игры, если чё. Вводим код, забираем кассету... И всё. Кассета три. Другие. Берём нож в двести третий, потом идём в двести первую, и в первой спальне портим ковёр. Вводим код, и третья кассета у нас. Кассета четыре. Мост. Валяется в четыреста четвёртой на полу. Чтоб она работала, её надо починить. Знаешь чем? Правильно! Ножом! Кассета номер пять. Горячие мамашки. Фильм шестой. Она находится в пятьсот третьей в дыре в стене. Чтоб она оказалась у нас, надо сделать это. Кассета шестая. Кожа. Заларе топаем в пятьсот первую, и нажимаем R рядом с бомжом. Потом за Салли... А! А! Поняли игру слов? За Салли! Ха! Я дебил! Так вот. Салли забирает на этом месте ключ, и открываем пятьсот четвёртую. Потом за Ларри заходим в пятьсот четвёртую, залазим в дыру, и на полу будет чёрный квадрат. Из-за Салли... Простите. Забираем кассету. Кассета седьмая. Деградация. Ларри топает в четыреста четвёртую, вот тут нажимает R, и Салли забирает тут кассету. Кассета восьмая. Гнев. За Ларри забираем пони в триста третий, потом кладём пони в звёздочку в двести четвёртой, и Салли сможет забрать тут кассету. Кассета девять. Слэш. 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 Внимание! Спасибо за внимание. Если ты пойдёшь раньше времени в сто третьего, то хер тебе не кассета. А теперь начинаем. Сначала Салли забирает в сто четвёртый морковь, и сует её себе в жопу, и кладём её под дверь в сто первую. Потом Ларри на первом этаже, вот тут вот, забирает зажигалку. Около сто первой сжигаем кролика, который появится на месте морковки. Я не садист. И потом Салли сможет забрать последнюю злоебучую кассету. А теперь... Лайф как от Димы. Если вдруг кролик у тебя не появился, то попробуй приоткрыть дверь. И ты можешь даже не смотреть эти злоебучие кассеты, вообще нахуй нам нужна её судьба, нам нужна только ачивка, так что вот просто собери эти кассеты и всё. Ачивка давно не виделись. Надо попиздить со всеми, кто живёт в апартаментах Мэдисона. Я бы мог вам показать всех людей, с которыми надо поговорить, но в связи с тем, что я делаю видео на похуй и только ради денег, я этого делать не буду. Так что вот список. Это был сарказм. Пожалуйста, не отписывайтесь от меня и не ставьте дизлайки. Дизлайки это очень больно. Если их будет очень много, я повешусь. Ачивка братья. Брат, не надо, брат. Брат, ты мне брат, брат. Я тебе брат, брат. Ну брат, зачем ты это делаешь, брат? Брат, я тренируюсь, брат. Потом я с мамой сделаю нам ещё одного брата, брат. Отличная идея, брат. Простите, я не удержался. Так вот, чтобы получить ачивку брат, тебе, брат, надо поговорить с Ларри на все возможные темы. А их, сука, 26. В связи с тем, что визуальное показывание места, где надо поговорить с Ларри, особой пользы не даст, но заберёт очень много времени на монтаже, я тебе покажу список. Но в связи с тем, что буквы на экране по величине размером с мой пеструн, тебе их и не разглядеть. Поэтому специально для вас я поделил все места пиздежа по этажам. И когда ты выполнишь все эти пункты, то ачивку ты не получишь. А знаешь почему? Я вот тоже задавался таким вопросом, когда, сука, в седьмой раз перепроходил эту ёбаную главу. В общем, чтобы получить эту ачивку и доказать своей семье, что ты хоть чего-то достиг, после выполнения всех этих пунктов надо идти в 403-ю, там попиздеть с мужиком, выйти с квартиры и попытаться зайти снова. Ларри нас будет отговаривать, мол, не надо. Ладно, и это и будет последний пункт этой ачивки. Ачивка зубы. Эту ачивку я поделю на две части. Первая часть это собрать все зубы, а вторая часть это то, что с этими зубами надо сделать. Начнем собирать все зубежки. Первый находится в подвале вот тут, второй в 102-й вот тут, третий в 202-й вот тут, четвертый в 304-й вот тут, а пятый я не скажу, сам еще. О, я смотрю, ты поставил класс этому видео. Ну ладно, вот тут он лежит, в 501-й. Потом идем в 502-ю, расставляем их вот так, забираем ключ и ачивку. Но ты мрачная ачивка. И чтобы ее получить, надо ни разу не ошибиться в песнях, которые разрушают барьер. Если честно, я хуй знает, как я получил эту ачивку с первого раза, наверное, я просто охуенный. Да что там, наверное, я охуенный. И последняя ачивка. Уничтожитель. Надо всего-то уничтожить уничтожителя без проемов. Ну а теперь наша новая рубрика... Лайф как от Димы. Автосохранение работает только при смене локации. Так что если вдруг ты лох и проебался где-то, просто ломаешь компьютер топором, покупаешь новый, загружаешь сохранение и пытаешься снова. Привет. Я пришел к тебе сюда в конец видео с информацией. Первое. Я получил права. Пешеходы, берегитесь. Второе. Вот ты посмотрел два выпуска, как получить все ачивки в Саллифейсе, но а смысл от них, если у тебя нет Саллифейса? Поэтому я устраиваю кокнурс, в котором разыграю Саллифейс и сезон пас к нему, чтобы ты мог получать там все эти дополнения за 0 рублей. Подробнее, что как, я напишу в описании и закреплю в комментариях. И еще одна информация по поводу графика выхода видео. Ты знаешь то, что видео должно выходить по вторникам и пятницам? Охуенно я справляюсь с графиком, да? В общем, я хочу отказаться от этого графика. И вот нам неделя показана. И вот видео могут выйти теперь так, или вот так, или вот так. В общем, буду делать их тогда, когда получается. Все-таки я ж всратый студент, у меня есть учеба, у меня есть какие-то другие дела, которые могут мне просто помешать сделать видео. В общем, я надеюсь, ты меня понимаешь, а если нет, то ну... Ну все, давайте, запускайте заставку. Новую или старую? А вы новую уже сделали? Нет. Ты нахуй тогда у меня спрашиваешь, новую или старую, если ты, блядь, новую не сделал? А мы забыли поставить старую рендериться. Ой, блядь, ладно, давай, просто, давай скрин, без анимации, просто скрин, хорошо? Все, сделай это уже.